Привет, город! В студии с вами я, Света Данилова и команда Сигмы. Через несколько дней в Новом Рингое начнут вводить в эксплуатацию очень долгожданный объект. О чем речь? Смотрите выпуск новостей. Мы все расскажем. Поехали! Ситуация с природными пожарами на Ямале стабилизируется. За сутки огнеборцы почти вдвое сократили количество очагов. Благоприятно на обстановке сказались и похолодания с дождями, которые пришли на смену жаре. На 9 августа площадь лесных пожаров Янау составляет 2500 гектар. На 13 участках сообщает пресс-служба окружного департамента природных ресурсов и экологии. С огнем с земли и воздуха борются около 400 человек. Совместно с сотрудниками Ямал-Спаса, лесоохрана и МЧС. На тушении задействованы пожарные из Тюменской, Архангельской и Иркутской областей. Работают вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Би-200 МЧС России. Обещанного три года ждут. Эта поговорка лучше всего подходит для краткого описания истории ремонта бассейна «Юность». Мы ждали, мы верили и вот почти все готово. Глава города в очередной раз пришел в бассейн «Юность», чтобы проверить, как идет ремонт. Андрей Ворнов здесь частый гость, многолетний и проблемная стройка на серьезном контроле, ведь в этом году объект должны сдать. Есть уже уверенность, что объект физически закончен. Сейчас идет документальная приемка, уже в финальной стадии. Государный надзор сегодня в три часа приходит на финал. Не будем ждать 1 сентября. Если раньше мы его оформили документально, то, соответственно, раньше плавцы начнут заниматься. Три этажа, три года, три подрядчика. Все прошли через три. За такой непростой реконструкцией бассейна следит весь город. Говорили о «Юности» и на встрече с губернатором во время честного маршрута, и на многих пресс-конференциях с главой. Открытие бассейна ждут многие, и особенно ученики и коллектив спортшколы «Юность». На данный момент у нас наш бассейн «Юность» закрыт. Откроют его в следующем году. Сейчас мы занимаемся в школе «Земля родная». И тренировки проходят шесть раз в неделю. Мы не можем принимать детей на одной базе, поэтому мы принимаем их, по сути, на четырех базах разных школ нашего города. Ждем, конечно, очень открытия бассейна с нетерпением, чтобы уже принимать в нашем родном бассейне. Это было в апреле, а вот сейчас, в августе, наконец-то, желание пловцов должно осуществиться. После двух фиаско от предыдущих подрядчиков на объект зашла компания «Горстрой». Предыдущие работники оставили не лучшее наследие. Пришлось многое переделывать, еще и в сжатые сроки. Мы заключили 17 августа контракт. Времени было очень мало, потому что у нас осени практически нет. В сентябре уже подается тепло. За полторы месяца мы работали в две смены. Мы завершили устройство кровли, завершили тепловой контракт, подали тепло, ну и потом в зимнее время занимались внутренней отделкой. Сейчас на объекте уже закончены почти все работы. Установлено оборудование. Особого внимания заслуживает система очистки воды. Она здесь самая современная, трехступенчатая. Механическая очистка, химическая и ультрафиолет. Оборудование делает анализ воды и в зависимости от результатов регулирует режим очистки и дозы химикатов. Поэтому переизбытка хлора и соответствующего запаха в этом современном бассейне не будет. Добавят строго столько, сколько необходимо. Работы действительно на финишной прямой. Совсем скоро объект откроется. Ну а мы уже сейчас готовы вам показать, как здесь все устроено. Пойдемте. Главное помещение – это, конечно, большой бассейн. Четыре дорожки по 25 метров. Здесь будут не только тренироваться, но и проводить большие соревнования. Это бассейн поменьше. Здесь будут учиться плавать. В него уже запускали воду. Сейчас ее слили для того, чтобы почистить подводную подсветку. Ну и вообще навести лоск. Осталось совсем немножко. На третьем этаже находятся кабинеты и спортзал. Вот, собственно, дверь в него ведущая. Давайте посмотрим. Есть здесь и шкафчики, и душевые кабины. Ну и вот, собственно, сам он. Сюда уже завезли оборудование. Осталось только некоторое распаковать. И все готово. А еще в бассейне «Юность» будут работать две сауны с инфракрасным излучением, что полезно как для детей, так и для взрослых. И кафе, в котором можно перекусить до или после тренировки. Долгожданный объект в понедельник уже начнут вводить в эксплуатацию. На завершающей стадии и строительство Арктического лицея в конце августа уже приступят к получению образовательной лицензии. В лицей перейдут ученики и учителя 12-й школы, а также первоклассники. Их набирают из районов, которые прикреплены к новому образовательному учреждению. Это микрорайоны Славянский и Советский. В списках зачисленных 1250 человек, в том числе дети, которые переедут в микрорайон Славянский по программе переселения из Гассале. Учебный год дети начнут в 12-й школе, либо в своих школах. И по мере готовности лицея, их параллелями поэтапно будут переводить в новое здание. Этот лицей будет развиваться в концепции естественной научной школы. Здесь будут абсолютно все профили, которые сегодня существуют по федеральному государственному образовательному стандарту. Здесь будет работать центр дистанционного обучения для детей, которые имеют особенности здоровья. И здесь уже принято решение, будет расположен филиал центра по работе с отдаемными детьми для всего нашего округа. Арктический лицей – одна из самых крупных школ не только в округе, но и в России. Педагогическими кадрами новое учебное заведение уже обеспечено. К учителям 12-й школы присоединятся их коллеги из других регионов. Саму 12-ю школу планируют объединить с 11-й и создать на их базе единый центр обучения, который также станет одной из самых больших школ в округе. Ямал отправил в Волновахи под метальную машину, мусоровозы и трактор. Очередная гуманитарная помощь насчитывает более 30 единиц спецтехники. Об этом и других новостях страны и округа короткой строкой. В Волноваху отправили очередную гуманитарную помощь с Ямала. В этот раз 6 коммунальных машин и больше 30 единиц садовой техники для восстановления инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Янао. Помимо спецтранспорта, арктический регион передал под шеф на территории около 300 дорожных знаков. Волонтеры «Зеленой Арктики» убрали более 80 тонн мусора в окрестностях села Мыс Каменный и Мыса Маресале. Участники экспедиции очистили 20 гектаров побережья Обской и Байдорадской губы Карского моря. Собрали и подготовили к утилизации ржавые бочки. По итогам прошлых поездок за несколько лет с двух островов в Карском море убрали более 2000 тонн металлолома. Финальная экспедиция «Зеленой Арктики» пройдет в поселке Полярный с 7 августа по 3 сентября. Участие примут 40 волонтеров. В России может появиться инспекция по эконадзору на арктических территориях. В нее войдут представители ЕНАУ. Участники регионального форума Общественной палаты страны «Сообщество» считают, что Арктика переживает вторую волну развития. Первая была в советское время, когда строились города. Но тогда экоповесткой активно не занимались. Зампред Общественной палаты также отметил, что в каждом муниципалитете до 2030 года необходимо создать экостанции для поддержки исследовательских и проектных инициатив. Ямальских школьников и студентов научат управлять FPV дронами. Педагоги уже проходят подготовку. За лето 50 будущих ямальских инструкторов освоят программу от Московского авиационного института. Дмитрий Артюхов в своих соцсетях сообщил, что в планах закупить для всех муниципалитетов симуляторы полетов, дроны, а также обустроить полигоны для практики. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко. Мы скоро продолжим. Восстановить здоровье и силы после болезней, восполнить дефицит витаминов в организме, повысить и укрепить иммунитет, возможно, с помощью капельниц с максимально быстрым эффектом. Консультация терапевта и сдача анализов сразу в клинике. Возможен выезд на дом. Клиника Клинклиник. Микрорайон энтузиастов 9. В дружный молодой коллектив ищем амбициозных продавцов с заработной платой от 50 тысяч рублей. Оклад плюс процент с продаж. Подробности по телефону 8 932 054 80 73. Привет, меня зовут Алексей Власов. Я работаю урологом уже 11 лет. Вижу, вы немного напряглись. Понимаю, многие до сих пор нас боятся и пропускают профилактические осмотры. А ведь это давно не больно и не страшно, потому что мы в поликлинике Сканер используем самые продвинутые методы диагностики и обследования. А если нужно лечение, лечим на современном и эффективном оборудовании. Быть здоровым значит чувствовать желание жить и заботиться о тех, кто рядом. Приходите в Сканер и обследуйтесь вовремя. Кусочек комплексного благоустройства территории озера Молодежного уже стал виден доступен горожанам. Частично принарядилась площадка напротив, там, где проводят праздник народов севера. Здесь уложили брусчатку с подсветкой. Новоаренгойцы оценили эту северную диковинку и уже заранее переживают за ее сохранность зимой, как бы грейдеры не повредили все при очистке снега. Больше ста тысяч общественных пространств в России за шесть лет стали краше по нацпроекту формирования комфортной городской среды. В прошлом году за благоустройство разных территорий проголосовали 88 тысяч ямальцев. В Новом Оренгое горожане тоже выбрали, где появится новая зона для подвижных игр и отдыха. Вот что из этого получилось. Освещение уже сделали, уже панеры сделали, пусконаводочные работы. Все, работает. То есть фактически еще раз резинка, озеленение и все. И убраться. И убраться. Во дворе домов 5253 микрорайона «Юбилейный» уже заметны игровые элементы новой детской площадки. Подрядчику остались последние штрихи и горожане получат новое пространство для отдыха как взрослых, так и детей. При благоустройстве столкнулись и с проблемой. Вода после дождя стала скапливаться на асфальте большими лужами. Раньше все уходило в песок на пустырь, который теперь застроили. Но решение найдено. Один и второй в разных углах и, соответственно, сделали уклон. То есть выбрали две нижних точки, я понимаю? Одну нижнюю, одну среднюю выбрали. Полностью выводим, сделали специальные лотки от воды и дренажный полностью колодец на полпериметра площадки. Сколько кубов получается? По 36, ну 72. Если вода уходить не будет, то возможность прийти, цена подкачать. Ну давайте будем считать выполненным после того, как пройдет первый ливень. Так завтра ждем. Ну ждем. Дежурного поставьте здесь, прямо анализируйте, куда вода пойдет, в какую сторону. Если что, придется еще что-то придумывать. Апгрейд неухоженного пустыря сделали быстро, за полтора месяца. Территорию поделили на несколько зон. Для отдыха – скамейки, качели, пешеходные дорожки. А для спорта – футбольная площадка и тренажеры. Обязательно здесь сделаем праздник двора. Соберемся с вами в том числе, поэтому всех приглашаю. Ну, данному подрядчику есть причина верить, поэтому короткое лето дети успеют застать на этой прекрасной площадке. За объекты благоустройства в 2024 году проголосовали больше 55 тысяч ямальцев. В Новом Уренгое победу одержала территория, примыкающая к поликлинике номер 2 в микрорайоне Мирный. Теперь пространство ждет такое же преображение, как и в микрорайоне Юбилейный. Татьяна Забродина, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Ямальцы могут получить приятные бонусы за ответственное отношение к своему здоровью. Северянам, прошедшим диспансеризацию, поликлиники дарят скидки в спортзалы и аптеки. Новоуренгойская больница, например, дает пациентам 20-процентную скидку в тренажерку. Также медучреждения предлагают бесплатное исследование уровня витамина D, анализ гормонов щитовидной железы или онкомаркеры. С начала года более 125 тысяч ямальцев прошли диспансеризацию. Из них 21 тысячи северян провели углубленные исследования. До конца года медики планируют обследовать еще около 68 тысяч человек. Пройти осмотр можно во всех поликлиниках округа бесплатно по полюсу ОМС. Для этого необходимо записаться через контакт-центр. Дом по проспекту Губкина, 11 в цветах триколора участвует во всероссийском конкурсе «Лучший дом, лучший двор» в номинации «Самый энергоэффективный дом». Благодаря окружной поддержке в прошлом году на этом здании утеплили фасад и заменили старые окна. Победители федеральной жюри выберут из числа заявок, которые получат наибольший рейтинг в народном голосовании. Дальше наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Илья Ветров подготовил сводку ямальских происшествий. У меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!